Ну что, друзья, давайте продолжим. Нам осталось совсем немножко. Значит, наша задача какая? Взять вот это колесо и вычесть из этого колеса вот этот лафет, но чуть-чуть его увеличив. Точно так же немножко раздув. То же самое сделать с вот этим колесом. А так же нам нужно пристыковать к лафету вот эту вот штуку. То есть сделать какой-то вот в этой штуке я сделаю ключ, а здесь я сделаю замок. То есть вот такая вот несложная задача. И пожалуй, давайте я начну как раз таки с этого ключа и замка. То есть я могу выбрать вот этот элемент. Допустим, остальные мне на данный момент не нужны. И выбрать амм кубик. Ну, можно кубик, можно, допустим, вот этот куб. Сейчас я вспомню, какой из них получше будет, потому что я так не помню. Но, думаю, это будет не принципиально важно. Вот такой у нас кубик. Да. Q-Cube. Хорошо. И у этого кубика мне нужно вот эту грань чуть-чуть заострить. Во-первых, что я сделаю? Я просто замаскирую. Поставлю сюда гизма. И, допустим, вот так. Или с нажатым Ctrl. Чтобы немножко поровнее шло, я еще выберу Z-Modeller. И вот этот вот поле Loop я уберу. Да, он не убирается, к сожалению, потому что маска. Я нажимаю Alt. И теперь он убирается. И здесь тоже он не нужен. И эти тоже не нужны. Все. Здесь я маскирую. Выбираю эту штуку. Немножко уменьшаю в размеры. Немножко могу вытянуть. И вот такой вот пазик у нас будет. Помимо этого пазика у нас будет... Мы можем эту штуку сдублировать. Выделить вот этот вот. Все остальное удалить. И этот элемент мне нужно немножко увеличить. Я ставлю его в центр. И вот так вот его чуть-чуть увеличиваю. Допустим, смотрю, как помещается внутренняя часть. Для чего? Когда люди начнут это клеить, они вот сюда определят капельку клея. Пазик воткнут. Клей начнет выходить по бокам. Ну вот. И поэтому эти размеры не должны быть впритык. И я создаю папку. Или у меня была уже папка создана. Но я могу новую создать. И значит, в эту папку я определяю лафет. Ну, хотя в принципе нет. У меня уже есть папка. Вот я сюда определяю вот этот элемент. вот эта палочка мне больше не нужна. Я ее удаляю. А вот этот вот нужен. А лафет нет. Мне нужен вот это и вот это. То есть мне нужно вот из нее вычесть вот ее. Так, я нажимаю вот сюда и смотрю, что у меня получилось. Немножко надо его еще увеличить и все будет хорошо. Так. Нет, прям сильно надо увеличивать, видимо. Вот так будет достаточно. Смотрим, как это выглядит. Так, Live Bullion у нас включен. И вот так это у нас выглядит. Очень хорошо. Соответственно, мы нажимаем на вот эту кнопку. Bullion Folder. и смотрим, как у нас все хорошо пристыковалось. Включаем. Проверяем. Ну, наверное. Наверное, наверное. не зайдет, да. То есть, чтобы зашел, нам нужно, похоже, сделать следующее. Эту папку удалить. И создать новую. и попробовать всю эту штуку вычесть. Ну, если что, там уже напильником доработают люди. Если что-то не будет прям входить, идеально. Так, вот у нас появился такой элемент. Все, теперь должно войти. Этот элемент у нас итоговый. Этот элемент у нас тоже. Давайте, кстати, посмотрим. Теперь-то у нас хорошо. Должно входить, да? И дальше нам нужно вычесть из колес вот этот вот лафет, да? Вот здесь. Лафет надо будет немножко тоже раздуть. Мы помещаем в папку колеса. Сейчас. Два колеса я помещаю сразу же. Включаю отображение. Вот эта штука мне не нужна. Я его буду удалить. И тут у нас что? Тут у нас... Так, секунду. Проверяю. Какой из них мне не нужен? Вот этот не нужен. И вот этот я копирую. Вставляю его сюда. Снизу. Делаю вот так вот. Эти включаю колеса. Эту штуку выключаю. Раздуваю немножко. Кстати, здесь как будто немножко криво получилось. Интересно. Вроде бы они стоят ровно, если смотреть вот по этой оси. А внутри они немножко кривовато сделаны, да? То есть здесь неровно. И вот здесь вроде бы ровно. У нас это не должно как-то смущать. Нам это не важно. Эта сторона практически не видна. А пушку вот эту мы раздуваем, допустим. Мне больше всего нравится раздувать, наверное, просто вот так вот. Потому что именно тогда я хорошо вижу, насколько она больше или меньше. вот, немножечко раздуваю. И опять же нажимаю вот эту кнопку. буллин, вис, ну просто make буллин меш. Все, у нас тут два колеса автоматически объединились. Так уж это происходит. Но если мы нажмем кнопку автогрупп, будет видно, что это два разных колеса. Мы можем опять же сделать групп сплит. У нас еще отделились вот какие-то непонятные части. Такое иногда случается. Вот, то есть, допустим, вот такая какая-то часть отделилась. И вот здесь тоже какая-то часть отделилась. То есть, надо проверить, все ли у нас хорошо с этими колесами, да? Чтобы убедиться, что все хорошо, я могу нажать Close Hole. То есть, какие-то там отверстия все-таки были. Незначительные, да? И здесь тоже. Тоже Close Hole. Фактически мне нужно вот это колесо и вот это колесо. А вот эти штуки. Эти штуки, наверное, вовсе не нужны. Их вообще не видно. Не очень понятно, что это за геометрия. Чему она отделилась и зачем она нужна. Такое иногда случается. Это как бы нормально, да? Поэтому я просто ее удалю. Попробую вот так вот проверить, что это такое вообще. Да, то есть, это какая-то фигня внутри. Она не нужна. То же самое. Ну и все. У нас осталось два колеса. У нас есть лафет. Сейчас давайте все проверим. Эти элементы нам нужны. А это нет. Все, у нас хорошо. Раз, два, три, четыре. Ну, пять элементов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть элементов. Как и будет.